Я 15 лет в России, 15 лет в России, и мне звонили с Москвы и сказали, что большой рейд в нашем офисе. Мы всегда была просторочная компания, мы все показали, мы никогда скрывали ничего. И если они хотели уснуть больше, они просто могли нам звонить. Но так и не сделали. Они приехали с людьми, с калашниковыми, с масками, пугали наши сотрудники. И для того, чтобы получать информацию, которую они уже в принципе получили. Значит, это было просто для того, чтобы нас испугать. И я не считаю, что это моя Россия, это не та Россия, которую я люблю. Я просто не понимаю вот этот процесс. Вы сказали, что 250 миллионов евро вы вложили в Россию. А сейчас налоговая служба хочет оштрафовать вас на 21 миллион евро. То есть просто так сравнить две цифры. Вот что вы вообще обо всей этой ситуации думаете? Насколько она для нас серьезная? Мы платили 20 миллиардов рублей российскому государству. Это за все пять лет? Это за последние шесть лет. Это не значит, что мы не платим большие налоги в России. И это связано с продажей, это связано с производством и наши инвестиции. Это включает, конечно, тоже НДС. Я думаю, что все, которые меня знают, что я любитель России. И я всегда защищал Россию для того, чтобы здесь возможно сделать бизнес. Но тот процесс, который был последний год, связан с нашей налоговой ситуацией, она для меня очень странна. Я не спорю, что между компаниями и государством, и налоговой инспекцией, может быть разное мнение, какой уровень надо платить. Но когда есть разное мнение, пойдем в суд для того, чтобы определить. Если честно, я почти плакал летом, когда первый день после отпуска я пришел обратно на работу. И мне звонили из Москвы и сказали, что большой рейд в нашем офисе. У нас есть в прессе статьи, которые объявят, что мы попробуем не платить налоги. Мы платили 20 миллиардов, и мы готовы платить те налоги, которые мы должны платить. Мы не агрессивны. Наши роялти, о чем речь, это очень маленькие цифры, по сравнению с другими компаниями в других странах. Мы следуем те советы, которые получили от российских аудиторов, российских юристов и международных юристов и аудиторов, для того, чтобы не попасть в такую ситуацию. И мы, я просто не совсем понимаю, я чувствую, что нас, ну как сказать, может быть не уважают, но просто хотелось по-другому. Ну а вы после того, как это произошло, вы как лично в это вмешались? То есть, может, приехали в Россию, встретились там с... Я стараюсь встретиться с людьми, которые, я считаю, влияют на ситуацию, для того, чтобы понимать, что они хотят, где мы виноваты для того, чтобы справиться, и для того, чтобы мы были в соглашении, что мы уважаем, следуем российский закон, и те договора, которые Россия подписала с другими странами, потому что нам надо сделать бизнес, мы все здесь долгосрочно, у нас есть больше, ну где-то около миллиона человек в России, особенно женщин, которые зависят от нас, и мы не можем просто сюда-туда. Мы обещали им, что мы, естественно, всегда, и мы, естественно, всегда, и поэтому это важно, что у нас есть стабилизация. Это должно быть предсказуемо быть в России, и это единство, что я хочу.